Приветствую, друзья. Что общего у римского папы и Илона Маска? Они оба призывают к переговорам с Путиным. Таких призывов на Западе становится все больше и больше. Эрдоган предлагает урегулировать конфликт переговорами. Ветеран мировой политики, 99-летний Генри Киссингер, призывает Украину не унижать Путина военным поражением. А известный экономист, автор шоковой терапии 90-х Джеффри Сакс обвиняет Украину в срыве переговоров. Цена того, что произошло с марта, совершенно ужасна. Нужно возобновить переговоры и обсудить условия, которые обсуждались еще в марте. Надо ли говорить, что за переговоры также выступают известные симпатизанты Путина Берлускони, Орбан и даже Трамп. Но может быть в этом есть некий смысл? В конце концов война это трагедия, война это боль, война это разрушение и смерть. Желание прекратить войну это естественное желание для любого человека. Так что, с Путиным надо вступать в переговоры? Даже если мир справедливо считает его убийцей и военным преступником. Я лично думаю, что если на кону стоит жизни десятков и сотен тысяч людей, то переговоры можно вести с кем угодно. Но другой вопрос. А помогут ли переговоры с Путиным спасению жизней? Ведь смысл переговоров в том, чтобы закончить путинское вторжение в Украину. Так можно ли верить Путину, если он пообещает закончить войну? Десять лет назад я сказал бы, что если он прямо пообещает, то можно. Но сейчас это точно не так. Он постоянно врет. Я даже не хочу вспоминать его знаменитое вранье про повышение пенсионного возраста или изменения в Конституции. Вот как Путин отвечает на вопрос о возможности нападения на Украину. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией. Кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. После этого он отправит армию бомбить Киев. 16 марта этого года Путин заявляет, что Россия не намерена оккупировать Украину. А уже 30 сентября доказывает, что он хозяин своего слова. Захотел – дал, захотел – взял обратно. Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Путин врал, что удары наносятся только по военным целям. И весь мир может видеть эти военные цели. Он прямо говорил, что мобилизации не будет. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. А потом, конечно, мобилизацию объявил. Путин врал об украинской ядерной программе, о грязной бомбе, об американских биолабораториях, о неонацистах, которые захватили Киев, об успехах на фронте и о реальном количестве жертв. Я уж молчу о том, что цели так называемой спецоперации меняются вообще просто каждый день. Путин вообще, кажется, ни слова правды уже не говорит. Тогда как и о чем с ним можно вести переговоры? Допустим, Украина подписывает мирный договор с Путиным. Где гарантии, что он не нарушит его просто на следующий день? Путин терпит поражение в Украине. Сначала его наступление захлебнулось. Пришлось отводить войска от Киева и с северо-востока Украины. Затем было успешное харьковское контрнаступление украинской армии. Прямо сейчас украинцы берут Херсон и вытесняют путинские войска с правого берега Днепра. Это серьезный военный и политический успех. И это, на самом деле, неплохой момент для Украины, чтобы начать переговоры с позиции силы. А каковы переговорные позиции для Украины при заключении мира? Понятно, что базовые условия – это государственный суверенитет и независимость в границах 1991 года. То есть, включая Крым. Но на это условие, очевидно, в настоящее время Путин точно не готов пойти. Распаленная национал-патриотическая часть общества, она не очень большая, но очень активная. Так вот, она не простит этого. А раз так, то о полноценном мире говорить не приходится. Только о перемирии. А кому выгодно перемирие? Ну, вот с одной стороны, украинскому обществу нужна передышка. Девять месяцев войны, девять месяцев страданий, боли, потерь. Жизнь в разрушенных городах без света и тепла. Жизнь на грани. Это действительно очень тяжело. Но при всем этом, главное соображение сейчас должно быть военным. При каком условии, с военной точки зрения, перемирие для Украины может быть выгодным? Только если поставки западного вооружения будут идти опережающими темпами по сравнению с восстановлением российского военного потенциала. Если за время перемирия Украина сможет больше восполнить военный потенциал, чем Россия, то это имеет смысл. Но можно ли быть уверенным, что в случае приостановки боевых действий, Запад не просто продолжит поставлять новейшие вооружения, но и будет делать это опережающими темпами? Вот я лично в этом сильно не уверен. А раз так, то преимущество от временного перемирия получит Путин. Российская армия очень сильно растратила свой потенциал за время войны. Серьезные потери в личном составе, не хватает вооружения и техники, мало ракет, снарядов и прочих боеприпасов. Путин идет на отчаянные меры. Я уж не знаю, насколько правда, что они закупают боеприпасы у Северной Кореи. Но вот закупка иранских дронов за наличные и за передачу западных военных технологий, судя по всему, уже бесспорна. Это невероятно унизительная и стыдная история. Во-первых, претендующий на мировое лидерство Путин осуществляет технологические импорты страны средневековой религиозной автократии. Во-вторых, ради своих сиюминутных геополитических интересов он снабжает современными военными технологиями страну, не гнушающуюся государственного терроризма. А значит, Путин в отчаянном положении. Ему нужна передышка, ему нужно время, чтобы восстановить боеспособность армии, чтобы хоть как-то обучить уже мобилизованных и начать мобилизацию на оккупированных территориях, чтобы выпустить новые танки, ракеты, орудия, снаряды. А затем все, перемирие закончится, война вернется в Украину. Только у Путина будет более выгодная по сравнению с осенью 2022 года позиция. Возврат к войне будет требовать вся путинская база поддержки. Возврат к войне будет соответствовать путинскому подходу к решению проблем с легитимностью. Вот ведь подумайте, каждый раз Путин решает свои электоральные проблемы при помощи войны. Вторая чеченская, война с Грузией, Крым, Восток Украины. Вот теперь полномасштабное вторжение. Есть ли причина полагать, что в 2023 году, накануне президентского электорального цикла, Путин как-то поменяет свой подход к решению проблем? Ну, конечно, нет. И планы по вторжению в Молдову не оставляют тут пространства для сомнений. А значит, перемирие миром не станет. Конечно, теоретически можно придумать некоторые гарантии неограниченного долгого соблюдения перемирия. Например, такими гарантиями могли бы стать войска НАТО на линии разграничения. Или ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс. Но это было бы, по сути, вступлением блока НАТО в прямое военное соприкосновение с Россией. А это именно та ситуация, которую сейчас коллективный Запад избегает просто всеми силами. А значит, такой вариант скорее из области фантастики. Тогда что делать? Что делать, если мир невозможен, а перемирие выгодно скорее Путину, чем Украине? На мой взгляд, это означает, что переговоры должны быть инициированы позже. Есть один язык, который Путин понимает лучше всего. Это язык силы. Он выходит из бандитского Петербурга. Бандиты не понимают переговоры, не понимают уступки. Для них это слабость, которой надо пользоваться. Но не понимают силу. Кто эффективнее всего коммуницирует с Путиным? На мой взгляд, Эрдоган. Сбил российский военный самолет? Не проблема. Не пустил военные корабли в Черное море? Да ничего. Захотел Путин выскочить из зерновой сделки? Быстро пояснили, что не надо. Ну и на встрече заставили ждать, чтобы уж совсем унизить и указать на его место. Эрдоган ведет общение с Путиным с позицией силы и неизменно получает то, что хочет. Поэтому мирные переговоры Украины с Путиным, они, конечно, возможны. От них не надо отказываться. Но начинать их надо тогда, когда Путину будет нанесено военное поражение. Когда выбор у него будет между миром на условиях Украины и полным разгромом его армии. Счастливо вам. Мир, конечно, наступит. Но за него придется еще подраться.